Перед тем как вот перейти к одному откровению, Галя, можешь подать где-то там? Будет сейчас одно наглядное действие. Вот здесь есть мусор, пакет мусора. Знакомая картина, приходится иметь с таким делом? Или вы первый раз вижите и говорите, что это такое? Да, каждый день мы сбрасываем туда все лишние отходы, то есть то, что уже ни к чему не годно. То есть то, что еще можно доесть, использовать, мы не кидаем сюда. Такого ж нет, что ел-ел яблоко, половину съел, выкинул в мусор, захотелось, пошел, достал. Нет. Или же это уходит сюда навсегда, или это кладется где-то в стороне на следующий раз, потом доем. Но то, что попадает сюда, почти стопроцентная вероятность, мы этого никогда больше не увидим. И мы берем этот мусор, выходим, и что мы с ним делаем? Выбрасываем его, ну, куда, кто, куда. Надеюсь, все-таки в мусорные баки вы выбрасываете. В первой квартире, в которой мы жили, там были люди на девятом кунтейдаже, они всегда выбрасывали в окно. Просто вот к подъезду. Ну, и что ты им сделаешь? Зачем носить? Там уберут потом. Есть люди специально обученные, ходят, убирают. Поэтому каждое утро, выходя, мы видели, вот возле подъезда на дороге валяется пакет. Ребята, чтобы не носить с девятого этажа. Ну, ближе к делу. То есть, это мусор. Когда, ну, допустим, да, вот у меня есть какой-то мусор, я понял, что это абсолютно не нужно больше. Сейчас вы поймете, к чему, а к теме очень важной сейчас. Это, с этим покончено. Правильно? Тогда только я бросаю. Если у меня есть мысль, нет, еще полежит, еще, знаете, вот изоленту используешь, а там еще чуть-чуть остается. Это такой выбросить или все, вдруг где-то что-то маленькое подклеить, пусть лежит. Но когда там остается один вот этот вот картонный кружочек, никто же не будет его хранить. Поэтому мусор, глаза мои тебя не видели больше. Соответственно, потом это все берется и выбрасывается. То есть, все, что здесь конченое, абсолютно ненужное, бесполезное, пустое и даже неприятное, где-то мерзкое. Бывало, что когда приходилось ковыряться в мусоре, что-то туда попало случайно лишнее, очень мерзкое дело. Так вот, именно так, именно так сегодня большинство людей, верующих и, конечно, неверующих, представляют себе ад. То есть, что вот человек попадает в ад. Ну, то есть, вот. Как что-то бесполезное, конченое, ненужное. Никто не... и то, что в доме моем не надо мне. Оно может пахнуть плохо, может быть просто бесполезным. Соответственно, если так, мы представляем ад. То есть, ад как некий мусорник, куда, ну, я так утрирую, Бог выбрасывает ненужных людей. Ну, то есть, вот он грешный, вонючий, описанный весь, колется или, не знаю, что в руки брать противно. Может же испачкаться. Вот он, человек такой вот он. Богу в дуле показывает людям язык или еще что-нибудь. В ад его грешника. И вот этот ад полный грешников сегодня. Вот они. Так представляют люди. Но ад далеко не это. Если не думать об этом, то есть, если просто для нас, вот мы сделали... Что такое ад? Ну, что, я не знаю, что ли, что такое ад. Знаете, галочка у человека ставится напротив понимания слова ад с первых этих дней в церкви находясь. В церкви про ад любят рассказывать. И еще до церкви говорят, ты что, в ад хочешь? А что, что ад? Ты знаешь, как там тебя будут черти сжарить, мучить? Будешь гореть там и не сгорать. Какой-нибудь обжигал пальчик? Да. Больно? Да. А вот это все тело и не умираешь. И орешь от боли. Ты в огне. И человек говорит, о-о-о-о, я не хочу в ад. А вот поэтому тебе надо, ну, как бы принять Иисуса, но прийти в церковь обязательно нашу. Не вот в ту с крестами. Там ты оттуда тоже в ад. И не ту с полумесяцем. В нашу. Записывай адрес. Роза Лексенбург. Лексенбург, да? На больницу, похоже. Здание. Вот так вот представляют люди ад. Поэтому, когда ты говоришь верующему, ой, это в ад пойдет человек. А ты говоришь, а что такое ад? Что ад для тебя? Ну, как же, понятно, ежу понятно. А ничего не понятно. Потому что в тот самый момент, когда мы читаем книгу Откровения, написано, что Господь возьмет и все это высыпет. Подождите, мы так делаем хоть раз с мусором? У нас есть вот, знаете, вот, к примеру, Галла говорит, Юра, выбрось мусор, там стоит. И я его высыпаю на стол кухонный и на всякий случай перебираю. Такого... Не-не-не. Никто у нас смотреть не будет. Но если из ада будут высыпаны... То есть, если бы я знал, что здесь лежит случайно скомканное 100 долларов, вот знаете, что-то там убирали и случайно ушло туда, я переберу весь этот мешок от и до. Ты вспомнила, да, этот прикол? Едем мы в Ялту, что ли, или куда-то с Димой Крико... Димаш Криковский, это же прикол на приколе. Едем, ну машин нету, у братьев и сестер машин нет, это 90-е, это же жуткое время. Приезжаем куда мы? На автобус, на железнодорожный вокзал, покупаем билеты на автобус, лето. Идем что-то, Дима купил билеты, говорит, я вас благословлю, и пошли. И что-то к автобусу, Дима, что там билеты? Он говорит, какие... Говорит, а я их выкинул в мусор. Говорит, а они у меня так в руках, он их скомкал в комочек и где-то выкинул в мусор, пока мы там ждали автобус. Что делать? Мы тогда не были настолько богаты, чтобы купить еще одни. Кто пошел искать? Я пошел. Говорит, Дима, ты хоть помнишь мусорник? Ну вроде бы вот этот. И вы знаете, вот это... Я перебирал все эти стаканчики какие-то, бутылки, какие-то там плевки, бычки. И потом где-то на дне какого-то вот картонного стаканчика, уже в пипсиколе немножечко вот этот шарик я достал. Смотрим, наши. То есть, если бы я знал, что здесь есть что-то, что мне нужно, я высыпал бы и искал. Так вот, если Бог выпотрошит ад, то есть, если бы человек, попавший в ад, с ним покончено, все, какой смысл тут это высыпать, никто это не будет делать. То есть, если человек, который в аду, конченый мусор, бесполезное, отвратительное, ненужное, то взяли бы вот так вот ад и в озеро огненное, как мы, в мусорный бак, без разбора, все, что там есть. Но там написано, отдал ад, отдало смерть и отдало море бывших в них. Соответственно, все было взято, и каждая жизнь, каждая жизнь была раскрыта заново. И книги были раскрыты. То есть, не было бы никакого смысла, если бы сто процентов того, что находится в аду, не имело никакой ценности. Это бы просто вот так вот, знаете, этапом. Поэтому я утверждаю на основании того, что открывается мне в слове, а не на основании вот этих вот христианских предрассудков, которые галочку поставили и все, что очень много людей, которые были в аду, будут помилованы на суде вечном. Вот так вот. Иначе бы вся вот эта вот, Бог непоказушник. Эти суды, непоказательная порка для нас, что мы будем праведники сидеть и потирать руки, глядя, как люди в вату ходят. И Бог нам будет, вот видите, по гроб жизни мне благодарны должны быть, что вы не на их месте. Или мы будем говорить, а вон вот тот, вот тот, что меня обижал. Ну что ты там, как ты там, Василий Петрович? Что в ад? Ну, я тебе говорил. Такого злорадства не будет. Наоборот, мы будем на этом суде и мы будем участниками очень многих оправдательных приговоров, когда люди будут оправданы по милости и призовут имя Ишуа. Пусть что угодно, вот это религиозное братье, которое людей адом запугало и вот придумали Бога, который Кощей бессмертный. Такую эту картиночку видел. Сидит Кощей бессмертный. Ну, картинка. Напротив него, значит, заяц и утка, а на столе яйцо и игла. Заяц и утка в шоке. И Кощей говорит, ну как вам идея? Вот неужели Бог, он такой, что вот людей закинуть в какую-то, да, вот конетель, и там уже выпутывайся, как знаешь. Поэтому ад – это не мусорный мешок, куда сбрасывают мотлах. Вот это вот все ненужное, которому нету, вот как мы в мусор, мы бросаем, я не помню, чтобы я в ближайшие там десятки лет назад рылся в мусоре, что-то искал и пересматривал. Может, вот эту вот коробочку еще где-то использовать от йогурта. Помните, раньше мы? Кто-то недавно сфоткал, дядька стоит, у него такой пакет, как вот это было? Первые вот эти телефоны сотового УМЦ или УМС? УМС, да? Ну, короче, вот этот УМС, первый оператор, и кто-то написал, человек дошел до дна пакета с пакетами. То есть даже пакеты пустые представляют ценность, тем более мы их не выбрасываем в таком случае. То, что попадает сюда, если оно бесполезно, оно никогда не будет, но Бог возьмет, выпотрошит ад, выпотрошит смерть, и выпотрошит море, и будет великий суд. И суд, это не... Есть суды такие, где уже все все знают, это просто формальность. Нет, это будет реально разбор. То есть будут достаны жизни. И я верю, что будет много помилованных вот в тот момент. Потому что, когда в аду видел Лазарь, помните притчу, Лазарь видел богача, что богач говорил? Богач, он не лежал, как бы человек себя вел, если бы он горел без остановки. И что он говорит? Пусть Лазарь намочит палец в воде и на язык мне положит. Что-то какая-то странная просьба для человека, который там горит. Попросил бы ведро воды, чтобы его окатили. То есть что-то об аде мы тоже как христиане быстро, знаете, промотал, как вот эти вот инструкцию, ты знаешь, ну к чему-то там. А это так понятно. Потом напортачил, так что там, подожди, а где там? Вот так вот. В общем, ад это не конец. Еще одна туда пуля полетела. Продолжение следует...